Мир вам друзья! Приветствую вас на своем канале! Прошло больше трех месяцев с тех пор, как вы слышали от меня это приветствие на канале Канон, где я имел возможность обращаться к вам каждую пятницу. На все ваши вопросы, связанные с моим выходом из проекта Канон Ньюс, отвечу так. Оставаться христианином в верном писанию с каждым годом становится все сложнее, но если ты взял свой крест и следуешь за Христом, то это и есть та цена, которую тебе придется платить. Дорогой друг, Бог открыл во Христе пред тобой ценное небо, поэтому никакая цена, уплаченная во временном, ради вечного, не может быть чрезмерно высокой, чтобы заставить отказаться тебя от вечного, ради временного. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вы смотрите мой новый канал, на котором будут все так же звучать острые темы с новостями и библейской аналитикой происходящих в мире явлений и событий, которым будет дана библейская оценка. А все внимание сосредоточено на главном, но об этом в конце выпуска. Для начала, что вы не увидите на этом канале? Во-первых, я буду стараться избегать крайности. Иногда приходится смотреть популярные каналы известных блогеров, и время от времени в подаче фактов и выводов видна притянутость за уши и нагнетание истерии и паники. А иногда присутствует и откровенное лжепророчество, что в конце концов для думающих и рассудительных людей обесценивает подаваемую информацию, даже если в ней присутствует здравое зерно. С другой стороны, находится другая крайность, а именно отрицание связи происходящих в мире событий с библейскими пророчествами. И все это с неприкрываемым желанием не тревожить, не огорчать, не волновать аудиторию, тем самым притупляя бдительность, дабы не разбудить сладкоспящих и не качнуть тихоплывущую по течению лодку. Во-вторых, я буду давать библейскую оценку происходящим в мире событиям и судить о любом явлении с позиции Писания и здравого смысла взращенного Писания. Можно возразить, что любое суждение будет моим чисто субъективным мнением, даже несмотря на то, что оно будет основано на объективной истине, которой является Святая Библия. Тут позвольте не согласиться. Избежать предвзятости и предубежденности можно только в одном случае. Если говорить то, что написано, кому написано, как написано и о ком написано, понимаете? Говорить, как написано, а не объяснять, что это значит. Подтверждение этих слов вы найдете у пророка Исаии. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Видите? Все, что нужно делать, говорить, как написано. Только Библия, как совершенные, непогрешимые, записанные бумаги, сохраненные от ошибок и повреждений, и искажений Божьи слова, может быть сегодня, как и всегда, единственным мерилом всех вещей. Слова Господни, слова чистые. Серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их и соблюдешь от рода сего во век. В-третьих, я буду использовать только синодальный перевод Библии на русский язык, даже несмотря на то, что некоторым он не нравится, а некоторые считают его устаревшими полным ошибок. Я не буду исправлять Библию с помощью греческого текста, вполне довольствуюсь тем, что дал Бог на понятном и используемом нами языке. Единственную сверку, которую будет проходить синодальный перевод в тех редких случаях, когда он подвергается влиянию православной традиции, это сверка с текстом Библии Короля Иакова, 1611 года, на английском языке, к которому каждый из вас имеет доступ, и которые многие из вас могут сегодня прочесть и перевести в отличие от греческих и еврейских не сохранившихся оригиналов. Также я не буду убирать из писаний слова, которые в них есть, добавлять к писаниям слова, которых в них нет, и вырывать слова из контекста, заставляя Библию учить тому, о чем она даже не говорит. Это основные правила. Если говорить об остальных вещах, то вы точно не услышите от меня на этом канале разговоров, посвященных психологии, философии, семейным отношениям, воспитании детей, взращиванию лидеров, душепопечительству, управлению финансами и так далее. Эта ниша уже настолько плотно занята братьями-экспертами, что мы не будем тратить ни свое, ни ваше, ни божье время, рассуждая на второстепенные темы. Также не будем терять время на обсуждение вопросов, связанных с интимными отношениями между супругами и росте церкви, хотя бы потому, что, во-первых, заботится ваша человеческая природа, просвещенная писанием, а во-вторых, Дух Святой. Теперь о главном. Какая цель этого канала и моего с вами участия в нем? Позвольте проиллюстрировать. Представьте себе, что вы находитесь в ночном экспрессе, несущемся с огромной скоростью. Чем заняты пассажиры в это время? Кто-то в вагоне-ресторане ест и спьет. Кто-то, сидя в купе, ведет споры о политике и экономике. Кто-то играет в настольные игры. Кто-то читает. Кто-то слушает музыку, глядя в окно и планирует свое будущее. Кто-то крепко спит. Обычная картина для обычной жизни, не так ли? Теперь представьте, что вы из надежного источника информации знаете о том, что мост, по которому должен проехать поезд, разрушен потоками воды, и относитесь к этой информации достаточно серьезно. Остается всего несколько часов или несколько минут перед тем, как поезд упадет в пропасть. Ваши действия. Самые находчивые ответят, что нужно сорвать стоп-кран. Хорошая идея. Но все дело в том, что мир, который я сравниваю с несущимся поездом, уже давно отказался от всяких стоп-кранов в виде моральных, нравственных, и я уже не говорю о библейских ограничителях и стандартах. С другой стороны, судьба мира неотвратима. Все как во дне Ноя, только теперь на готове не вода, а огонь. Люди в этом мире потеряли интерес к Библии, доверие к церкви и веру в Господа Иисуса Христа, те, кто ее имел. Теперь никаких ограничителей, никаких рамок, никакой морали, никаких правил, кроме единственного. Живи и наслаждайся жизнью сам и дай жить другому. Узаконенное беззаконие, сексуальная распущенность, похотливое желание помешанных на сексе поклонников плоти получили полный карт-бланш со стороны парламента и правительств, состоящих из таких же аморальных грешников. Изращенное меньшинство установило диктатуру над пассивным большинством. Правильным считается все, что хорошо для человека. В 1890 год нет никакой объективной истины в мире. В 1930 год нет, истина есть, но она относительна. В 1960 год нет, истина есть, но она в каждом из нас. В 1990 год нет, истина есть, потому что все истина. В 2020 год нет разницы между истиной и ложью, поэтому мы между ними. Это картина модернизма, постмодернизма и метамодернизма. Вот для чего понадобилась метавселенная Цукерберга. Мета означает между. Они хотят избежать ответственности за реальный мир и погрузиться в мир своих эгоистических желаний, в котором не существует никакой ответственности, иди перед каким богом, потому что люди наконец становятся сами себе богами, создавая себе искусственный рай, но уже без бога Библии. Только самый слепой или лицемерный христианин, а иногда и то и другое вместе, не согласится с тем, что мы живем в последнее время. У вас уже, наверное, оскомин на зубах от этих двух слов. Время, когда начался обратный отсчет, когда стрелки на божьих часах показывают без чего-то двенадцать, когда дьявол настолько осмелел и обнаглел, что устраивает духовные оргии в Божьем доме до того, как вас сядет на троне в Божьем храме, смешивая истинную ложь в одной чаше, из которой ладыкийская церковь вместе с миром пьют взахлеб. Но давайте вернемся к иллюстрации. Задаю еще раз этот неудобный вопрос. Ваши действия? Совершенно верно. Это и есть главное на сегодняшний день. Будить спящих и отрезвлять беспечных, и портить настроение развлекающимся. Причем важно это делать так, как будто бы вы действительно верите в то, что случится, иначе, как затеям дота, может показаться, что вы шутите. Если вы будете мило улыбаться и приносить тысячи извинений за причиненные неудобства. Думаю, достаточно для первого выпуска. Если у вас есть что добавить или высказать свое отношение к услышанному, пишите в комментариях. Если есть вопросы, пожелания и предложения ко мне лично, вот ссылка на мой телеграм. Пишите, и по возможности я постараюсь ответить каждому. В следующем выпуске мы рассмотрим, что такое метавселенная, которая предлагает миру Марк Цукерберг. Откуда это пришло, кто или что за этим стоит, и к чему или кому это приведет. Выпуски при Божьем благословении и вашей поддержке, надеюсь, будут выходить каждую пятницу в 19.00 по киевскому времени. Если вы согласны с услышанным хотя бы наполовину, поддержите этот новый проект, подпишитесь сами, поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Отправьте видео неверующим. Они тоже в этом поезде. Если вы нажмете на колокольчик, вам будет приходить уведомление о новых выпусках, и вы ничего не пропустите, из того, что может оказаться для вас полезным, своевременным, актуальным, убедительным, ободрительным, вдохновительным, а некоторых даже обличит. И да прославится во всем этом Господь Иисус Христос. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. На этом пока все. До следующей пятницы. И храни вас Господь.